Всем привет! Это третья часть серий о 12 международной выставке Navitech и 32 международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь», которые проходили со 2 по 6 ноября 2020 года в павильоне форум-экспоцентра в Москве. Российская неделя высоких технологий является важным этапом реализации программы «Цифровая экономика» и призвана способствовать укреплению спроса на российские IT-продукты, обеспечению кибербезопасности и развитию информационной инфраструктуры, искусственного интеллекта, мобильной, спутниковой и радиосвязи. Неделя проходит при поддержке Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства связи под патронатом Торгово-промышленной палаты России. Публичное акционерное общество «Радиофизика» – одно из ведущих радиотехнических предприятий России, ведет свое начало от СКБ номер 38 завода имени Хруничева. Деятельность предприятия носит прикладной характер, результатом которой являются высокотехнологичные, наукоемкие продукты и решения, реализуемые в крупных проектах по созданию новейшей радиоэлектронной аппаратуры как в интересах народного хозяйства, так и в целях укрепления обороноспособности страны. Приоритетным направлением деятельности предприятия является создание радиолокаторов с цифровым фар и афар дециметровым, сантиметровым и миллиметровым диапазонных волн, разработка радиотехнических комплексов морского, воздушного и космического базирования, разработка и создание систем цифровой фиксированной спутниковой связи в интересах управления воздушным движением России. На предприятии работают доктора и кандидаты технических и физико-математических наук, действует аспирантура. В последние годы основные усилия разработчиков сосредоточены в области создания многоканальных цифровых активных фазированных антенных решеток АФАР и радиосистем на их основе в различных частотных диапазонах. Полученные результаты опираются на созданную технологию серийного производства многоканальных приемопередающих модулей ППМ на основе бескорпусных монолитных интегральных схем МИС и собственных микросборок на их основе. Российская производственная компания «Микролинк-связь» с 2002 года разрабатывает и серийно производит телекоммуникационное оборудование широкого и специального назначения. Производственная компания «Микролинк-связь», входящая в ГК «Сиалтек», используя последние достижения телекоммуникационной отрасли и учитывая требования вооруженных сил Российской Федерации, уделяет большое внимание разработке решений, которые реализуются в рамках Объединенной Автоматизированной Цифровой Системы Связи ОАЦСС. Широкий спектр возможностей производимого оборудования, способность работы аппаратуры в сложных метеоусловиях позволяет предложить различные сценарии по модернизации существующих и организации новых сетей связи вооруженных сил Российской Федерации. Многофункциональные коммутаторы L2, L7 серии ML и PSV 3300 и гигабитные коммутаторы серии ML и PSV 5300 для создания гигабит-сетей в штабах и на пунктах управления вооруженных сил Российской Федерации. Поддерживает функцию Ethernet CAM и механизм KINZ-Q, маркировка уровня COS в гибком режиме, двойной стэк IP4, IP6, туннели IP6 поверх IP4. Benning Power Electronics, инженерно-техническая фирма с головной компанией Benning Electronics, являющаяся одним из лидеров в области разработки систем бесперебойного электропитания. Завод расположен на юге Московской области в промышленной зоне Домодедово-Северное. У нас система бесперебойного питания и усмотрительные приборы. То есть это преобразование переменного напряжения в постоянный заряд батарей. Диапазон выпускаемой продукции. Это модульная система электропитания, импульсные и тиристорные выпрямители, система оперативного постоянного тока, источники бесперебойного электропитания, преобразователи постоянного напряжения, модульные и промышленные инверторы, система местного и дистанционного контроля и управления, распределительные шкафы, зарядное устройство для тяговых батарей, система для тестирования аккумуляторных батарей и проведения контрольно-тренировочных циклов, цифровые электроизмерительные приборы. Основные направления деятельности НПО «Фрактел» 1. Проектирование, создание и сопровождение комплексных систем защиты компьютерной информации. 2. Разработка и поставка средств защиты информации от несанкционированного доступа и средств к рептографической защите информации для корпоративных территориально распределённых автоматизированных систем. 3. Создание и поддержка средств построения архитектуры открытых ключей и управления доступом к территориально распределённых системах. 4. Обеспечение технической поддержки и сопровождение поставляемых решений продуктов. 5. Обучение и повышение квалификации администраторов безопасности и сетевых администраторов по общим и техническим вопросам обеспечения безопасности информации. 6. Комплексные аудиты информационной безопасности, расследование инцидентов. 7. Тестирование программного обеспечения на предмет уязвимостей в соответствии с заявленным функциям проверку работоспособности. Наиболее значимыми проектами компании являются 1. Разработка и реализация современных межсетевых экранов с повышенным уровнем собственной защищённости. 2. Разработка средств создания частных виртуальных сетей на основе инкапсуляции и кодирования пакетов. Межсетевой экран SSPT2 реализует функции контроля и разграничения доступа в компьютерных сетях, оставаясь при этом прозрачным для обрабатываемого трафика и любых тестовых воздействий. Это достигается за счёт отсутствия физических и логических адресов на его фильтрующих интерфейсах. Межсетевой экран SSPT4A1 представляет собой программно-аппаратное средство, реализующее функцию фильтрации информационных потоков в соответствии с заданной политикой доступа, а также с использованием глубокого контроля виртуальных соединений. Цель использования SSPT4A1 – обеспечение защиты информации ограниченного доступа. ССПT4A1 обеспечивает нейтрализацию следующих угроз безопасности. 1. Несанкционированный доступ к информации, содержащейся в информационной системе. 2. Отказ в обслуживании информационной системы или её отдельных компонентов. 3. Несанкционированная передача информации из информационной системы во внешне информационной и телекоммуляционной сети. 4. Несанкционированное воздействие на межсетевой экран, целью которого является нарушение его функционирования, преодоление или обход его функций безопасности. 5. Несанкционированное получение сведений о сети информационной системы. 5. Для того, чтобы фильтровать трафик на уровне процессов, на уровне пользователей, на каждое рабочее место устанавливается программа, которая контролирует процессы запущенные в межсетевой системе и управляет межсетевыми экранами, экран не пускал. АО «Ижевский мотозавод Аксион Холдинг» – современная многопрофильное стратегическое приборостроительное предприятие оборонно-промышленного комплекса страны, обладающее передовыми технологиями, позволяющими создать высокотехнологичные изделия, отвечающие требованиям рыночной экономики. Предприятие осуществляет разработку, производство, поставку и дальнейшее обслуживание продуктов по взаимодействию с ведущими научно-исследовательскими институтами и конструкторскими бюро страны. Основные направления деятельности – это производство различных видов приборной техники, автоматизированных комплексов и систем обмена данными, систем приема, передачи, хранения и обработки телеметрической информации, аппаратуры, специальные связи и радиотехнических систем, печатных плат пятого класса точности и выше, автоматизированных систем контроля электропараметров печатных плат, кабелей, жгутов, релейно-коммутационных изделий, а также изделий на базе цифровых интегральных микросхем, медицинской техники, узлов и компонентов для автомобильной промышленности, изделий производственно-технического назначения, товаров народного потребления и энергосберегающего оборудования. Сегодня АО «Ижевский мотозавод Аксион Холдинг» продолжает успешно развивать различные направления высокотехнологичного наукоемкого производства продукции в интересах страны. Осуществляется выпуск изделий специальной техники для всех видов и род войск вооруженных сил России, а также востребована и конкурентно способна продукция гражданского назначения, медицинская и бытовая техника, энергосберегающие оборудования, лифты, электронно-каллиматорные прицелы и многое другое. Под заказы военных можем выработать, также под заказы гражданского назначения. У нас медтехники очень много, мы изготавливаем от дефибраторов до переносных, до лифтов, то есть наши предприятия уже изготавливают каплицы, так и медицинскую технику. Также мы изготавливаем наши предприятия корпорация, все изготавливает уже мясорубки, блендеры и так далее. Аксион, участник реализации важнейших государственных космических программ. Восток, Венера, Марс, Салют, Мир, Союз, Прогресс, Фобос, Союз Аполлон, Буран Энергия, МКС и других. За несколько десятилетий работы в интересах космоса предприятие охватило практически все звенья цепи технических средств, задействованных при выводе космического аппарата на орбиту. Бортовую аппаратуру ракет-носителей, аппаратуру наземной инфраструктуры, телеметрическую аппаратуру, командно-измерительную систему и аппаратуру приема и обработки данных. Предприятие проектирует и производит печатные платы разных типов до 7 класса точности, в том числе военная приемка Министерства обороны Российской Федерации. Министерства обороны Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Министерства обороны Российской Федерации